привет друзья сегодня вновь с вами канал я и мой хвост и его автор и ведущий Олег итак сейчас у нас проходит тренировка в сосновом бару мы идем в свободном поиске заранее договорили со статистом он находится на расстоянии километра полтора еще от нас в заранее отговоренном месте урик носится обследует территорию мы идем со стороны ветра то есть ветер дует сейчас на нас от статиста и я без обозначения абсолютно иду и проверяю реакцию собаки как произойдет обнаружение то есть я его не останавливаю мы идем петляем по дорожкам по тропинкам ну и пока мы идем я отвечу на некоторые вопросы и так поступил такой вопрос он очень частый мне приходится стабильно отвечать на него на этот вопрос звучит он следующим образом как же все-таки научить собаку ходить с вами рядом на поводке как это все происходит но ответы я уже давал практически показывать показывал как все это делается но видимо как бы до людей до нас и доходит по действительно надо практически показать самый лучший способ способ общения это непосредственно в контакте когда ты видишь что происходит то есть какими действиями там какие ошибки допуская человек то есть ну давайте я вот основу вам еще один раз дам самое главное для того чтобы получить собаку ходить рядом на поводке не то что команда рядом когда садок собака сосредоточена да и все внимание на вас это где-то на выступлениях на каких-то это постоянная такая стабильная команда которая собака должна идти на определенном расстоянии от она может быть немножко забежит вперед немножко отстанет назад но все это ограничивается длиной поводка вот здесь самая главная ошибка которая доступает как бы наши допускают владельцы собак это то что когда выходит с щенком и начинает гулять с ним на рулетке то есть рулетка на в принципе да она очень удобно то есть ограничивает собаку не надо выбирать постоянно эту рулетку как поводок положим да вот корда длинная и нужно постоянно выбирать до рулетку выбирать не надо но смотрите какой минус рулетки то есть когда вы начинаете выгуливать щенка с рулетка чему вы его приучаете вы приучаете собаку потому что поводок постоянно натянутый то есть рулетка она же в небольшом хотя бы на натяжении находится а это вот самый главный минус того что собака от вас принимает и принимает причем с щенячьего возраста поэтому я если вы хотите уже научить хорошо собаку ходить рядом не надо никаких рулеток выбирайте длинные поводки то есть вы не научите собаку ходить с натяжением этого поводка самое главное вот идешь смотришь владельца собак что происходит они начинают поводок тяну то есть это не 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 вы гуляете собака собака вас выгуливает то есть здесь самое главное ну вот самое главное это стать вожак он до для того чтобы вы понимали потому что вожак всегда идет впереди и второе дать собаке понять о том что собака может идти свободном поводке то есть поводок провисает и как только он чуть-чуть начинает натягиваться вот тогда вы его дергаете то есть причем не тянете вы его назад вот я вам показываю как ошибка самое главное вы тянете назад очень многие не я один а все кинологи собственно говоря все дрессировщики объяснять начинают вот это причуял он там у меня нет никого или ты меня чупать я тебе ничего команду не даю никого нет хорошо но тут и нет у нас на статистику кого-то можно найти в общем все кинологи начинают объяснять и я вам в том числе вот начинаю говорить о том что собака должна знать что либо поводок свободный что кайфовую идти рядом с вами все нормально поводочек свободный либо поводок сейчас будет дернут не натянут именно и не натянут не не от себя вот как вот вот против движения собаки то есть возникает естественное естественное желание просто сопротивление она начинает еще больше тянуть то есть что нужно делать в данный момент а нужно сделать просто рывок либо это рывок в сторону причем резкий такой рывок либо рывок вверх вы даете собаке понять не надо тянуть то есть когда ты тянешь ты получаешь вот такой рывок и поверьте мне через два-три рывка таких через два-три рывка вот не тут собаку читать еще надо одновременно что тихо тогда пойдем молодец через два-три рывка собака перестает вас тянуть и уже на вторые третьи сутки вашей прогулок у вас получается хорошие взаимоотношения и вы начинаете гулять собака я повторюсь что это не служебная команда не основного курса дрессировки команда рядом то есть когда собака идет четко сосредоточившись на вас да вы приучали ее держа подкормку в руке вели ее под нос и она четко следила за вами да но это собака постоянно находится в напряжении то есть она сосредоточена именно на вашем руке на вашем движении так вы просто когда гуляете вы по городу идете из точки а в точку б там да например ничего страшного если собака немножко там подальше отбежит от вас в этом я не вижу ничего страшного то есть не не на уровне параллельно скажем так передних конечностей будет идти ваших и ваших ног чуть чуть дальше чуть ближе там это в этом ничего страшного то есть вот в этом и есть собственно говоря ответ на на самый главный вопрос вы собаке даете понять давайте закрепим еще с вами то есть рулетка мы откидываем рулетку для чего мы откидываем рулетку хоть она и удобно и так далее для того чтобы собака не понимала то что натянутая состояние не есть хорошо то есть у поводка и следующий шаг это когда вы идете собака должна знать натянутого состояния не будет либо она будет идти кайфово хорошо нормально свободного там длине поводка какой вы сами разрешите это может быть 50 сантиметров 20 сантиметров там или метр там какой-то в общем рядом с вами собака идет либо будет рывок то есть вот на контрасте скажем так на это не больно понимаете это не больно это не столько больно сколько это неприятно вот собственно говоря и все ну вот что я вам хотел сказать сейчас посмотрим по навигатору где мы находимся где у нас находится статист собака с ума тут сходит пока иди гуляй гуляй установлено соединение со спутниками но не так уж много вы прошли до статисты мне еще километр так что друзья с вами был канал я и мой хвост его авторы ведущий олег мой хвост на данную видеосъемку рик заслужите доверие уважение и у вас все получится спасибо не забываем о том что у нас есть skype консультации и для того чтобы вот у кого по по данному вопросу возникли вопросы не забываем то что вы можете написать мне и мы с вами можем прямом визуальном контакте уже поставить именно ваше ваше хождение рядом когда я буду смотреть и буду контролировать поправлять ваши ошибки мы папа берем амуницию непосредственно для вашей собаки так что давайте друзья звоните списываемся назначаем время и консультируемся именно по skype то есть прямом непосредственно визуальном контакте всем привет